Здравствуйте! Это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем о главных новостях о войне в Украине и о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 909-го дня войны, вторника, 20 августа. Вот главное. Украинские войны продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. ВСУ продолжает наступление в Курской области. Украина вновь испытывает дефицит снарядов. Нерешительность была характерной чертой внешней политики Байдена в этой войне, и она сохраняется до сих пор. США не снимают ограничений на использование Украины для набойных вооружений. Есть общественный запрос на этот запрет, или, по крайней мере, на очень жесткие ограничения украинской православной церкви. Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций, аффилированных с РПЦ. Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». Начинаем, как всегда, с краткой сводки об обстрелах. За прошедшие сутки российские войска выпустили по Украине ракету «Искандер» и нанесли 78 воздушных ударов. В том числе сбросили 103 управляемые авиабомбы. Таковы данные Генштаба ВСУ. Российская армия атаковала Покровск Донецкой области двумя ракетами С-300. Есть повреждения жилой застройки. Воздушные силы Украины уничтожили 28 воздушных целей. Крылатую ракету, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 дронов «Шахет». Кроме того, российские войска более 4600 раз обстреливали территорию Украины. В Донецкой области пять мирных жителей убиты. Семеро получили ранения. Разрушены жилые дома, в том числе многоэтажные. В Бахмутском районе погибли два мирных жителей, восемь ранены. Еще один человек ранен в городе Селидово Покровского района. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики в Сумской области. Без света остались 72 населенных пункта. В результате наступления ВСУ в Курской области Минобороны России вынуждены формировать новые боевые порядки. Сегодня было объявлено, что на северной границе Украины созданы группировки войск Белгород, Курск и Брянск. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. За защиту граждан и территорий от атак беспилотников и иных средств нападения отвечает представитель генерального штаба и командующий группировок Белгород, Курск и Брянск. Это был министр обороны России Белоусов. Пока украинская операция не привела к снижению наступательной активности российских войск на Востоке. Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 158 боестолкновений. Самая серьезная ситуация сложилась на Покровском и Торецком направлениях, где были отражены десятки атак. На Покровском направлении ведутся бои в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новоградовки, Гродовки, Николавки, Птичьего, Скучного. На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное. По оценкам аналитического проекта Deep State за последние сутки российские войска захватили межевое, скучное и журавку. В Донецкой области продолжаются бои за Нью-Йорк. Британская газета Financial Times сообщила, что проблемы ВСУ на Востоке могут быть обусловлены дефицитом боеприпасов. Запасы снарядов были использованы для проведения наступательной операции в Курской области. Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в период с 6 по 14 августа российские войска израсходовали более 400 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, что втрое больше, чем ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский оценивает стратегическую ситуацию оптимистично. Украинские войны продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодня наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и, что очень важно, пополнение обменного фонда для Украины. В целом, эта операция стала самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена. Мы уже получили самое большое количество российских пленных за одну операцию. И это весомый результат. Это одна из наших целей. И наши действия продолжаются. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Вашингтонский институт изучения войны отмечает, что в Курской области украинские войска продолжают продвижение по трем направлениям. В том числе бои ведутся в районе поселка Теткино, который находится в непосредственной близи государственной границы. Военнослужащий ВСУ, воюющий в Курской области, прокомментировал ситуацию агентству «Рейтер». Тяжко, я. Але варто того. Скоро будет за***. Все. Курская атомка наша будет. Да. Впрочем, в результате этой операции Украина частично достигла одной из важных внешнеполитических целей. Она использует поставленные западными союзниками оружие на территории России. Даже не в оккупированном Крыму, а в российском Хартлэнде. Президент Зеленский призвал украинских дипломатов добиваться, чтобы государства Запада и дальше двигались в этом направлении, снимая соответствующие ограничения. У нас сейчас есть чрезвычайно важное идеологическое изменение. А именно, вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий России, царившая в оценках войны некоторых наших партнеров, рассыпалась в эти дни где-то под суджей. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Крупнейший поставщик помощи Украине – это, как известно, США. В Чикаго сейчас продолжается съезд демократической партии. Местные активисты призывают продолжить поддержку Украины. Но мы понимаем, что если придет к власти Трамп, то, вероятнее всего, он не поддержит окончание войны на условиях украинской формулы мира, которую представил Зеленский в июне. Мы поддерживаем и на украинскую формулу мира, поэтому поддерживаем, естественно, демократическую партию и кандидата от демократической партии. Я очень надеюсь, что будущая администрация, будь то президента Камала Харрис или президента Тарампа, продолжит налаживание отношений, продолжит какие-то гуманитарные шаги по освобождению российских политических заключенных и также продолжит поддержку Украины. В первый день съезда с большой речью выступил президент США Джо Байден. Он мало говорил о внешней политике, но с гордостью упомянул Украину. Вот что он сказал. Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина по-прежнему свободна. Это был президент США Джо Байден. Администрация Байдена не изменила позиции относительно ударов по России с помощью дальнобойного оружия. Она продолжает накладывать соответствующие ограничения на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также подчеркнула, что США не принимали и не принимают участия в подготовке и проведении операции ВСУ в Курской области. Журналисту «Голос Америки» Алексею Горбачеву ситуацию прокомментировал Джон Хербст, бывший посол США в Украине, ныне сотрудник исследовательского центра «Атлантический совет». Ходят слухи, что Белый дом пересматривает свою позицию. Мы слышим, что Пентагон и Госдепартамент поддерживают это. Так что нерешительность администрации Байдена исходит в основном от Совета национальной безопасности и самого овального кабинета. Но тот факт, что обсуждается возможность пересмотра, уже о чем-то говорит. В прошлом месяце была статья в политиках, в которой говорилось, что это должно произойти. Но пока ничего не произошло. Сегодняшняя статья утверждает, что администрация отказалась дать разрешение Британии на снятие с Украины ограничений по использованию ракет Storm Shadow, поставленных британцами. Это часть продолжающейся проблемы. Я не сомневаюсь, что в какой-то момент администрация снимет эти ограничения. Возможно, это произойдет в ближайшую неделю или две, а может и не раньше следующего года. Но, к сожалению, нерешительность была характерной чертой внешней политики Байдена в этой войне. И она сохраняется до сих пор. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий деятельность Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской Православной Церковью, которую многие украинцы считают агентом Москвы. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Общинам Украинской Православной Церкви Московской Патриархии будет выделено 9 месяцев, чтобы порвать с РПЦ. С подробностями Ксения Трукова. Принятый законопроект в народе называют «законом о запрете Московской Церкви». Во втором чтении его поддержали 265 народных депутатов. Теперь экспертной комиссии предстоит выяснить, у каких религиозных организаций есть связь с Россией. О том, как будет работать закон, в интервью «Голосу Америки» рассказал приглашенный профессор школы права Бенджамина Кордоза Дмитрий Вовк. Закон предусматривает, что если организация совершает более одного раза это распространение идеологии русского мира, то это основание для ликвидации. Дальше следует ликвидация в судебном порядке. Государство может определить, что определенная организация распространяет идеологию русского мира, и дальше направить соответствующий иск в суд и потребовать ликвидации этой организации. По словам Дмитрия Вовка, украинское общество ждало принятия этого закона. Более того, в адрес власти звучала критика по поводу того, что решение отмежеваться от русского мира законодательно затягивается. Есть общественный запрос на этот запрет, или, по крайней мере, на очень жесткие ограничения Украинской Православной Церкви. Мы знаем, что начиная примерно с апреля 2022 года, более половины украинцев высказывается за полный запрет, и еще где-то 25% говорит о том, что должен быть какой-то очень жесткий контроль применительно к этой церкви. И в этом смысле Украинская Православная Церковь для большей части общества, которая не слишком религиозна, она стоит в том же ряду, что и переименование улиц, убирание памятников Пушкину, например, переименование каких-то базовых символов в публичном пространстве и так далее. Мы не хотим ничего русского, мы не хотим русских театров, мы не хотим русских музеев, мы не хотим русской литературы, и мы также не хотим церкви, которую мы считаем русской. И президент Зеленский очень, очевидно, тонко чувствует этот запрос, и так или иначе он пришел к тому, что это решение необходимо, хотя это заняло у него практически два года. А второй контекст практически заключается в том, что оппозиция критикует президента за то, что вот он не может решить этот вопрос, что у нас сохраняется это, как они говорят, церковь ФСБ, РПЦ ФСБ в Украине, мы должны что-то сделать. И тем самым, очевидно, команда президента просто выбивает этот козырь из рук оппозиции, говоря о том, что вот смотрите, нужен был запрет, и мы этот запрет провели. Впрочем, Дмитрий Вовк не уверен, что это сможет остановить российскую пропаганду. Скорее наоборот, Россия использует принятие закона, чтобы обвинять Украину в гонениях на русскоязычных христиан. С формальными юридическими запретами вы не можете свести на нет некое влияние, которое с этими запретами не связано. Поскольку если мы говорим о том, что Путин использует религиозную карту для оправдания агрессии против Украины, то он будет продолжать ее использовать. Этот запрет скорее сделает это использование проще, в том смысле, что российская пропаганда будет указывать, вот смотрите, мы же вам говорили, что есть там преследование церкви, и вот принят этот закон. Другое дело, что ситуация намного сложнее. Украинская православная церковь находится в той ситуации, в которой она находится в значительной мере заслуженно, особенно если мы говорим о ее деятельности в период до полномасштабного вторжения. Но, тем не менее, российскую пропаганду это не остановит. Она существует в своей реальности, и эта пропаганда будет продолжаться. Напомню, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Украинская православная церковь заявила о своей независимости от РПЦ. Однако в Киеве считают, что связи с Москвой так и не были окончательно разорваны. В последнее время против ряда священников УПЦ были возбуждены уголовные дела, связанные с их поддержкой действий России. Ксения Туркова о законе, который запрещает деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с РПЦ. Ну и последнее. Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало об успешной диверсионной операции. Цитирую. Военнослужащий российской армии взорвал штаб офицеров батальона «Шторм-З» и перешел на сторону Украины. На этом все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина» самое важное. Вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Алекс Григорьев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссер Александр Зимуху. Продолжим завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok